Бسم الله и الحمد لله. Салат и السلام على رسول الله وعلى 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 الله. Первый сегодняшний вопрос. أَلْتُخْ رَجُلْ وَصِيَا مِنْدِيَ جِلْمُصِي مَا أَصْلِ مَالِهِ إِنَّاتَ مَخْتُولَ Говорит, если человек, который оставил что-либо в качестве завещания, умер, будучи убитым, то есть его убили, выводится ли завещание только относительно его имущества или также относительно того выкупа, который будет заплачен за его убийство? То есть, допустим, после человека остался миллион рублей, просто для примера, как в качестве его тарика, в качестве его наследства. И еще плюс Дия, плюс выкуп за его убийство в 100 верблюдов. Если он оставил завещание, то что он оставляет третью часть своего имущества беднякам, эта третья часть берется только из миллиона, или еще плюс от этих верблюдов тоже третья часть берется, потому что Дия в 100 верблюдов это существенное имущество также. Говорит, Первое мнение в этом вопросе, это мнение целой группы ученых, которые сказали то, что уасия, то есть завещание, выводится из всего имущества полностью, в том числе из Дии, в том числе из выкупа за убийство. Видишь, Мусамма, то есть названное завещание, выводится из всего имущества. Это мнение Хасана Аль-Басры Ибрагима Наха'и, аль-Уза'и, имама Ахмада Марика, «Вазалика лянна дия, риволун линавсии, факанат милькову». Говорит, это потому что Дия, выкуп, является ничем иным, как риволанавсии, как бы обменным элементом за его жизнь. «Факанат милькову», а жизнь человека и его владение, соответственно, обменный элемент за его жизнь тоже является его владением. Поэтому Всевышний Аллах установил, что что делают с этим выкупом? Этот выкуп делится среди наследников, так же, как остальное наследство. И это указывает на то, что вот этот выкуп является ничем иным, как частью его наследства. Первая аргументация понятна или нет? Говорим, вот этот выкуп Дия, в количестве ста верблюдов, что с ним производится в шариате, как с ним поступается. В шариате известно то, что он тоже делится среди наследников, как и остальное его имущество, имущество покойного. А значит, шариат, какие взаимоотношения или какие постановления распространяют на это имущество, то, что оно тоже является частью тарика, частью наследства. Далее. «Вазай вабауду аль-ал-илм, и лан-над-васи, это тухраджу мингайрид-дия». И второе мнение в этом вопросе, это мнение некоторых из ученых, которые сказали то, что завещание выводится мингайрид-дия, не из Дии, то есть из всего имущества, но кроме Дии. Дия отдельная. Раздается кому наследникам. Говорит это мнение Макхоля, Шарика Аль-Тази, Абу-Саура, Дауда, Исхака, Имама Ахмада в одном из реверсов от него. «Вокаля би иммарик фи татли л-амды». И об этом сказал Имам Малик, если убийство было преднамерено. «Лянна дия иннама таджбу лил вораса, ба'да маутин мусы, бидалил анна сабаба маутин». Теперь какая их аргументация? Сказали, потому что Дия становится переходящей к наследникам, ба'да маутин мусы. Приходит только после смерти кого? После смерти наследодателя. «Бидалил анна сабаба маутин». И довод на это то, что причиной Дии является что? Смерть. «Фалая юзу чубу га хабляху». Поэтому говорит, не является разрешенным и не является действительным, то что эта Дия переходит к наследникам до смерти человека. «Лянна дия иннама таджбу лил вораса, ба'да маутин маутин». Потому что постановление не может опережать саму причину. «Охадзадам мельку бельмут». А способность владеть ушла от человека посредством его смерти. Это понятно или нет? Какая их аргументация? Говорят, человек, когда живет, у него есть имущество, которое после него остается в качестве наследства. Когда же он? Если его убьют, то приходит постановление чего? Выкупа. Так, выкуп приходит когда, говорит? Когда еще человек живой или когда он уже скончается? Когда он уже умрет. То есть выкуп это и есть то, что становится обязательным по факту смерти. По факту смерти человек, наследодатель говорит, может владеть или не может уже владеть? Владеть не может. Соответственно, это не считается как его имущество. Не считается его имуществом, но считается имуществом, которое пришло после того, как он был уже способен владеть. После того, как его способность владеть исчезла. Поэтому, говорят, это не разделяется среди тех, которым оставлено завещание. Но разделяются только среди наследников. Говорит, в этом вопросе, шейх Ибн Алсаймин выбрал первое мнение, и это мнение действительно кажется наиболее верным, из-за той аргументации, которую мы определили выше. Значит, Дия все-таки тоже из нее завещание выводится. Понятно ли, не только из самого наследства, но и из Дии тоже. И говорит, склонился к этому вопросу, или к этому мнению, точнее, также Ибн Кудама, и сказал, Почему? Потому что выкуп является заменой души человека, а душа принадлежит ему. Поэтому замена за его же жизнь тоже принадлежит ему. Потому что если бы человеку лишили каких-то конечностей во время его жизни, то выкуп за эти конечности принадлежал бы ему, как его имущество. То же самое после смерти. Говорит, поэтому из выкупа вот этого, из Дии, выплачиваются его долги или не выплачиваются его долги? И выплачиваются его долги? Так же говорит, а если бы это имущество было только наследником, то из этого имущества не выплачивались бы долги. Вот эта аргументация понятна или нет? То есть, человека убили, дали ему 100 вербюдов выкупа. И еще плюс у него свое наследство осталось. И у него, например, остались долги. Если его наследство недостаточно для долгов, для выплаты, для погашения долгов покойного, то эти долги будут погашаться из этого выкупа или не будут погашаться? Ведь будут погашаться. А если бы это имущество было только имуществом наследников, то они не обязаны были бы из своего имущества погашать долги своего наследодателя покойного. Эта аргументация тоже является сильной. Это о чем тебе говорит? Что да, брат, хоть Дия и действительно является такой, которая вступает в свои права после смерти уже наследодателя, после того, как он уже не может владеть, но шариат рассматривает ее как его имущество. Погашает из нее, из этой Дии его долги, раздает среди наследников и тому подобное. Говорит, и он из этого выкупа также готовится к похоронам, то есть если выплатят Дию сразу или хотя бы ее часть сразу, то она тоже включается в то, чтобы захоронить его, то есть из нее выплачиваются эти средства на похороны. Говорит, и мы не называем его имуществом только то, в чем он не нуждался быть. А здесь говорит, его душа связана с этим имуществом и нуждается в нем для покрытия долгов, для того, чтобы его захоронить, для того, чтобы раздать наследникам, для того, чтобы раздать завещания и тому подобное. Говорит, поэтому мы не можем сказать то, что это не его имущество. Теперь еще одна аргументация, которую приводит Духудама. Может быть такое говорит, что у человека может появиться новое имущество, несмотря на то, что он скончался. Как если человек установил сети, а потом скончался, и после смерти в эти сети попала рыба. Его наследники уже вытащили эти сети, кому будет принадлежать эта рыба? Это считается их имуществом или имуществом наследодателя? В основе это имущество наследодателя, а потом они уже делят это между собой. Говорит, Видишь, это имущество тоже включается в его имущество, потому что из него тоже выплачиваются долги за него, тоже он готовится к похоронам и так далее. Так же говорит, долги. Видишь, поэтому мы говорим то, что выкуп тоже участвует во всех этих делениях, потому что завещание подобно долгам, которые он оставил. То есть для наследодателя, что долг, что завещание подобно долгу, правильно или нет, погашаются за наследодателя долги и погашаются его завещания. Как будто бы он оставил долги. Они рассматривают это так. Поэтому, говорит, данное имущество тоже включается в деление. То же самое, брат, если человек скончался, и у него при смерти, или на момент смерти, было заключено, например, 20 или 30 различных финансовых договоров, так, или финансовых сделок, посредством которых ему продолжает идти имущество. То есть продолжает идти доход. Например, он скончался, на его счет, допустим, или к нему добавляется, допустим, завтра добавилось, например, 1000 долларов, исходя из какого-то договора, так, исходя из какой-то сделки. Через неделю еще, через месяц еще. То есть человек скончался, оставил под себя, допустим, различные сделки, которые уже заключены. И остается только дождаться их дохода. И доход приходит сегодня, завтра, послезавтра и тому подобное. Может быть, долги отдадут ему через год. Кто-то должен был ему отдаст ему долги. И все это считается тоже его имуществом, несмотря на то, что он уже умер, может быть, год назад. Понятно ли, нет? Поэтому тоже участвует в чем? В делении. Значит, вот этот вопрос ясен. Значит, его дия, которая выплачивается ему за его же убийство, тоже включается в его наследство и делится среди наследников. И из нее также выплачивается как завещание, так и долги, так и все остальное. Далее. Далее.